Под звуки труп, барабанов, виолончели, скрипки и различных этнических инструментов встречают столичных зрителей. Сцена Дворца Республики объединила исполнителей из разных уголков Молдовы и Приднестровья. В этом году в фестивале принимают участие государственный квинтет Либерти, ансамбль Уинд Классик из Террасполя, брас-ансамбль Приднестровского института искусств. В концерте прозвучат авторские произведения Юрия Викторовича Батуева, его переложения, обработки, аранжировки, вокальное творчество, песенное творчество. Благодаря его вкладу в процесс обучения меня, наверное, и появилась Либерти, потому что, имея за спиной базу школ Юрия Викторовича, пришла идея создать коллектив и работать с ним, создавать с ноля и доводить до уровня, который сегодня есть. За 29 лет работу в Террасполе Юрий Батуев воспитал большое количество талантливых музыкантов, которые сегодня выступают во всех духовых оркестрах республики. Музыкант из Кишинева Дмитрий Тульчинский уже 40 лет играет на необычном инструменте – тромбоне, а с недавнего времени преподает в музыкальном лицее имени Рахманинова. Диксиленд и брас-квинтет являются его воспитанниками. Сейчас мы в силу направлены на то, чтобы воспитать новое поколение. В этом зале мы не первый раз. И в прошлом году мы принимали участие в концертах. Также на Бицашоре мы были с труппой оперного театра. Так что этот зал не нов для нас. Приятное звучание, приятная акустика и приятный свет. Кстати, я могу даже комплимент сделать, что у нас такого света нет, как у нас в зале. Раньше джаз ассоциировался только с Америкой. Сегодня он стал таким же разнообразным, как и география его исполнителей. Цель фестиваля – популяризация джазового искусства, а также поддержка и поощрение одаренных музыкантов. Где бы мы еще услышали джазовую музыку? А, пожалуйста, у нас здесь, в Приднестровье, в Тирасполе, и музыка великолепная, и давно забытая, наверное. Вот какая-то ностальгическая нотка была. И мы получили огромное удовольствие все, я думаю, все приднестровские слушатели. Мне потрясло выступление саксофонистов и кларентистов. Прекрасно. Вот наше будущее. Спасибо большое всем участникам, потому что и Кишинев, и Гагаузия, все лучшие музыканты. В планах музыкальных коллективов совместно отыграть еще не один концерт, собирая такую же приветливую и оживленную публику. Анастасия Чернитинская, Елена Костелей, Салават Шех Улисламов, Первый Приднестровский.